привет вы на канале денису микрофона сегодня поговорим о киево-печерской лавре безусловно она никогда не пропадала с горизонта так сказать никогда не пропадала из сферы моего внимания сферы интереса но как бы говорили мы на многие другие темы сегодня вернемся поговорим о том что там происходит поговорим о максиме остапенко который теперь не и о директора заповедника киева-печерская лавра самый настоящий директор заповедника мне кажется недолго искали такого персонажа который готов идти буквально по головам и делать все что угодно лишь бы было не так как раньше в общем то тут все интересности начинаются но вот буквально с того же расписания которое регулярно публикует сам заповедник внезапно заповедник стал таким себе филиалом пцу религиозной структуры и они публикуют расписание богослужений в успенском соборе и трапезном храме киева-печерской лавры которые временно оккупированы религиозной структурой пцу и мы можем увидеть с вами что они настолько торопятся выдавать все эти вот даты выдавать все это расписание что даже не замечают элементарного как сами себя подводят так сказать под определенные календарные проблемы но в общем-то сергей петрович думенко объяснял что киева-печерская лавра в его понимании и в том представительстве которое там есть через михаила латыша так сказать вот та часть из одного бывшего монаха принадлежащие пцу она не перешла на новый календарь они могут пока оставаться на старом но даже это все равно не работает потому что мы видим что литургия в честь собора архистратига михаила и всех других небесных сил бестелесных назначена на 12 ноября причем это не совпадает ни с каким календарем вроде бы должны были или восьмого тогда отмечать или 21 но а здесь вот как-то они запутались между датами но поспешили поскорее выдать это на гора поспешили поскорее это опубликовать и даже тот же михаил латыш который там иногда комментирует что-то на фейсбук странице заповедника на это не особо внимание обращал но если бы это была самая большая проблема то наверное мы могли бы махнуть рукой но здесь мы видим что внезапно максим остапенко разродился целым интервью из двух частей его многие перепостили показывали оно вышло на сетевом издании телеграф и вот пожалуйста рису тут цитирует тот самый униадский ресурс тот самый ресурс греко-католиков пропагандистский далекий совершенно от какой-то беспристрастной журналистики но здесь безусловно они хотят хотят рассказывать о том как же еще надо ущемить украинскую православную церковь и вот максим остапенко говорит что к тысячелетию киево-печерской лавры нужно готовиться как к олимпиаде директор заповедника цитата безусловно ему очень хочется осваивать огромные бюджеты он понимает что там но в общем то все невероятно здесь он стал хозяином положения это вам не какой-то там хортицы бревна перекладывать здесь все серьезно здесь можно уж присосаться так присосаться это мы в общем то с вами и видим частности новость гласит что мы рассматриваем две опорные даты первое это 2026 год когда будут отмечать 100 лет заповеднику это не просто столетие учреждений министерства культуры надо понять какую миссию выполнил за эти 100 лет заповедник большевики планировали лавру полностью снести для них она не имела никакой ценности именно музейщики своим иногда совершенно фанатичным трудом и самопожертвованием сохранили лавру музейную архитектурную историческую живописную сохранили аккумулировали реставрировали десятилетиями этот подвиг надо вспомнить должным образом ни для кого не секрет что когда лавра была отобрана у церкви отобрана около ста лет назад был создан всеукраинский музейный городок был создан тот самый заповедник продолжателем дела которого является максим остапенко и в общем-то ничего хорошего для лавры там не происходило наоборот пытались сделать из мощей самой лавры посмешище такой себе музей атеизма народного быта смеяться над темнотой верующих и в общем-то над многими другими вещами и по сути максим остапенко то же самое делает сейчас вроде бы он там как-то привязался к пцио но похоже что все что они делают это исключительно издевательство над православной частностью церковь а вторая дата 2051 год всего навсего через 27 лет лавра отметит свое тысячелетие к этой дате как к олимпиаде надо готовиться заранее нужно формировать проекты по реставрации восстановлению запустить огромное количество образовательных духовных художественных проектов которые усилят лавру и полностью перезагрузить деятельность православного монастыря должен получить не меньше уважения чем это было в давние времена говорит максим остапенко у монастыря достаточно уважения все в порядке если его не трогать то там будет все замечательно а если туда лезут своими грязными руками такие как максим остапенко то поверьте ничего хорошего из этого не получается тут же он ссылается на митрополита павла вспоминая его прозвище которое очень недобрые люди пытаются давать каким-то людям в том числе митрополиту павлу но мне кажется это не делает чести максиму остапенко потому что то что сделал наместник лавры то что сделали монахи оно не идет ни в какое сравнение с тем безобразием который устраивает постоянно сотрудники заповедника и то что там заповедники до сих пор сплошная мерзость запустения но разве что сайт они немного привели в порядок об этом как раз говорит красноречивий любых каких-то слов и в общем то мы можем увидеть до сих пор территорию нижней лавры ухоженную где все замечательно и территорию верхней лавры откуда вытеснили украинскую православную церковь и в общем то которая медленно но уверенно приходит запустение и все это видно просто невооруженным глазом смотрим с вами еще смотрим еще о чем же нам рассказал и что происходит там они как я сказал сделали сайт развили его и показывают там какие-то объекты будь то бы они к ним имеют какое-то отношение кроме того что просто там ставят галочки в документах и вот частности перешли они к пещерам галереи к ближним пещерам галерея к дальним пещерам я предлагаю вам почитать вот просто одну из статей и вы просто удивитесь их цинизму вот галерея к ближним пещерам причем фотография сегодняшнего дня до замечательное все красиво прекрасно галерея была возведена для создания эффекта больше длины пещеры защиты паломников от непогоды при переходе к территории верхней лавры к ближним пещерам первая галерея была построена в 1795 году во время отечественной войны 1812 года она была разобрана из-за опасности возникновения пожаров связи с размещением артиллерии на валах и бастионах печерской крепости восстановлена в 1819 в 1828 годах галерея начинается от южных ворот крепостных стен верхней лавры следуя рельефом местности проходит через нижний ярус колокольни ближних пещер по второму и первому этажам кеви для монахов и заканчивается во дворе ближних пещер построены в 1816 году прямоугольный павильон украшенный портиком тосканского ордера является входом галерею 100 метровая галерея образована двумя рядами кирпичных столбов стена с западной стороны глухая с восточной с проемами в 1962 году были проведены ремонтно-реставрационные работы галереи в 62 году так замечательно обо всем заботиться заповедник особенно последние 30 лет что аж в 62 году были проведены там реставрационно-ремонтные работы ну и наверное там было чудо а не галерея чудо вот посмотрите примерно так она выглядела в 1988 году когда все это было передано церкви когда все это было передано православным христианам когда все это было передано возрождающимся монастырем честь тысячелетия тысячелетней годовщины крещения руси но сейчас мы понимаем как все это выглядит и вот дело в том что заповедник ничего не сделал чтобы это выглядело именно так чтобы это восстало буквально из руин тоже касается успенского собора тоже касается вот куда ни ткни практически на любое помещение которому заповедник ему было абсолютно все равно и все равно сейчас им главное получить бюджет им главное пилить и неважно на чем им главное вытеснить оттуда как они любят говорить московских попов потому что вот это как-то не вписывается в их парадигму мира и вот запомните этот вид мне кажется что очень скоро даже пцу перестанет вписываться в их парадигму потому что им покажется что это недостаточно патриотично вот бы там организовать капище капище как до христианские времена на руси и вот когда заживут тогда будет все замечательно и я больше чем уверен что если эта тенденция будет продолжаться и такие как остапенко будут оставаться на плаву и при таких должностях то вот именно к этому они придут и придут достаточно быстро принципе если вы бываете в лавре и ходите то там рядом с лаврой можно регулярно встретить неоязычников которые там проводят какие-то свои лектории как когда теплая погода проводят там какие-то свои особые церемонии и все это буквально в нескольких шагах от лавры ну и понятное дело что на них явно тоже давным-давно обратили внимание тоже их возьмут в оборот как нечто такое самобытное но в общем то похоже что к этому все идет но давайте вернемся еще вот к тому что хочет сделать максим остапенко вот тоже интервью изданию телеграф он говорит сейчас к нам возвращается нижняя территория нижняя лавра и нам нужно увеличить штат работников для ее обслуживания расширить направление деятельности заповедника на этой территории в целом потому государство взяло на себя дополнительное финансовое обязательство несмотря на войну то есть давайте мы больше людей возьмем никто ничего правда не понимает что там делать и как и все это мы видим по крепкому хозяйствование но главное вот нам побольше туда запустить поглубже и пусть государство который изнывает от недостатка финансирования которое похоже совершенно не может сейчас прожить без какой-то западной помощи но давайте она будет финансировать все эти проекты хотя вполне это обходилось и церковь сама справлялась со всем и платила и за все коммунальные услуги но в общем то мы не видим этого со стороны пцу по моему они не готовы платить ни за что они готовы лишь получать брать как бы пожинать там где они не сеяли но здесь мы видим с вами максима остапенко у которого в голове в его далеко не светлой и далеко не самый наверное разумной возник еще один план и он также обсуждается в издании телеграф сотрудники этого сайта задают вопрос вы говорили о намерениях инспектировать святыни пещер лавры проверить подлинность реликвии в том числе мощей святых министерство культуры информационной политики несколько месяцев назад создала комиссию которая проверила наличие тех святынь которые в свое время передавали монастырю но со стороны общества звучат подозрения что какая-то часть святынь была либо подменена либо похищена чтобы дать ответ на этот вопрос и закрыть его министерство культуры вместе со специалистами разных отраслей проведут экспертизу проверят эти святыни на подлинность как они собираются проверять мощи на подлинность кто они такие что проверять мощи кто они такие чтобы вообще прикасаться к мощам святых но понятно для них это всего лишь экспонаты как для их предшественников сто лет назад которым все это за радой знаете еще раз осквернить если вы посмотрите вот историю которая была сто лет назад 70 лет назад и вы увидите как многие храмы которые захватывались которые отбирались у церкви для как они говорили народных нужд то вот там особенно изгалялись и делали там какие-то ангары там делали какие-то зернохранилища делали иногда спортзалы делали иногда клубы но практически всегда практически в каждом из этих храмов в алтаре старались сделать туалет в алтаре старались сделать отхожее место чтобы посильнее так сказать ударить чтобы вот посильнее так сказать осквернеть это место уж наверняка и вот то же самое здесь пытается сделать максим остапенко запустив буквально руку свою к этим мощам к тому что принадлежит украинской православной церкви что является огромной ценностью для верующих но абсолютно не представляет никакой ценности для таких как максим остапенко и те кто его окружает у него спрашивают но это ж работа на годы и он отвечает думаю что при правильной организации это можно сделать за полгода современные методы это позволяет конечно это не просто нужно будет приобщать монахов которые хранят и чтят эти святыни которые имеют право совершать манипуляции с мощами но без такой экспертизы запрос общества останется учитывая недоверие людей главе и другим представителям опыцы арестованным за коллаборантство и другие криминальные вещи в свое время государство передало монастырь эти реликвии а сейчас должно полностью восстановить над ними контроль свое время эти реликвии были забраны нагло у церкви государством на тот момент украинской советской социалистической республикой просто напросто изъяты не имея для этого никаких оснований вот хотим и все и масса служителей пострадали от тех гонений которые были тогда и то же самое делает сейчас остапенко просто вот буквально колесу истории сделала свой очередной круг и в очередной раз мощи снова могут быть осквернены я не знаю захотят ли монахи в этом участвовать помогая в чем-то заповеднику мне кажется что нет но в то же время мы видим какое-то страстное желание заповедника отвечая на запрос общества которого нет потому что для того чтобы иметь запрос нужно понимать к чему он относится нужно понимать вообще что это за мощи для чего они там лежат и кто туда приходит но как вы знаете многие те люди которые кричат что у нас есть запрос они очень наш не могут прочитать но здесь мы видим просто напросто желание раздуть свой бюджет раздуть свой штат почувствовать себя но как минимум владычицы морской и уж точно тут развернуть кипучую деятельность потому что в хортице ему было тесновато там правда ничего хорошего он не сделал но похоже и здесь к сожалению лавру при остапенко ждет абсолютнейшая мерзость запустения потому что это прежде всего монастырь а если такими темпами будут изгонять монахов такими темпами будут отбирать помещения то вы понимаете что с этим всем случится об этом важно рассказывать потому прошу вас поддержать канал денису микрофона все ссылки находятся в описании под видео поделитесь ссылками на это видео до скорой встречи